Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский От Леояна до Дашичау 10 июня Просыпаемся мы в Хайчене Я еще не бывал здесь Все такая же местность с легкими изменениями Где меньше, где больше штрихов Такая же равнина с разбросанными рощицами Но рощиц меньше, почва песчана, солнце жгучее Желтое солнце востока На горизонте изубрины гор Изубрины острее, мельче Точно карандашом по бумаге нервный зигзаг От Хайчена к Фынхуанчену строится ветка Строит ее, как я уже писал, общество китайской дороги И вполне основательно, конечно, что строит местное общество Из громадного хозяйства в 3000 верст еще, может быть, можно осторожно выделить материал для новых 200 верст Но со стороны достать этот материал совершенно невозможно А самостоятельные строители именно и очутились бы в таком положении Нас встречает строитель ветви, инженер Бочаров Мы с ним старые знакомые по Кавказу Такой же простой, с размахом и безукоризненной репутацией Здесь наше общество на время разделяется Князь Степан Николаевич Хилков, начальник отделения Адам Иванович Шидуловский и я Едем прямо и к трем часам благополучно приезжаем в Дашичао, где теперь живет командующий Узкая долина и совсем близко пододвинулись к ней горы Уютно в молодых садах раскинулись из серого кирпича и темных крыш постройки Сравнительно их немного Но зато палаток очень много и они сереют во всей долине Палатки и лошадки, привязанные к коновязям Недалеко протекает небольшая речка и вдоль нее множество солдат, стирающих свое белье Вагоны командующего стоят с одного конца станции Вагон командира первого корпуса генерала Штакельберга с другой В центре подходящие с войсками вагоны Вся площадка вокзала занята простыми солдатами И это придает ей и всему какой-то демократический характер Люди держат себя так, как обыкновенно держат на деле Просто, без выправки, без особого усердного отдавания чести На всем лежит отпечаток озабоченности, серьезности, сознания, что отныне теория переходит в практику Отныне все эти маневры с дистанциями, с распределением местности на участки Со связью участков, со стрельбой батарей, с организацией сигнализации Больше не маневры, а война И война в горах нам непривычных, но привычных для японцев Которые, как козы в них Привычные, маловесные и по природе своей, и по амуниции Шинель, ранец, запасную одежду, пищу Несет где-то там, сзади, задыхаясь в эту невыносимую жару и духоту Под непосильной ношей кули А сам солдат идет легко, шутя, как говорят раненые Потому что вес надетого на нем, не считая, конечно, ружья и патронов Не составит и пяти фунтов В маленьком буфете, где убийственно кормят Берут безумные по нашему обычному масштабу цены Толпа офицеров, таких же серых и потертых уже по ходам, как и их солдаты Уже в стасаженях нельзя отличить солдат от офицеров Едят, пьют и разговаривают Здесь и не падающие духом оптимисты, и мрачные пессимисты Но, в общем, общий фон – люди, искренне желающие разобраться, в чем действительное преимущество японцев Они говорят – падать духом глупо, хотя бы потому, что тем скорее нас побьют Не сверхъестественной же силой или искусством обладают японцы Почти все, что проделывают японцы, в нашем воинском уставе перечислено тоже Чего нет, можно восполнить Нет на свете ничего непоправимого Но надо знать, что исправлять А чтобы знать, надо прямо указывать Подмечать преимущества неприятеля А не закрывать глаза на их достоинства, на свои недостатки Это был бы прямой путь к неудачам Какой-нибудь старого закала офицер угрюмо слушает и говорит В наше время не рассуждали, а шли и умирали Ну, от вашего времени, ядовито пускает из угла молодой офицер Мало чего уже и осталось А что и осталось, то плохо И штыки плохи Плохи ли? Да слышите? Штыки не принимает Не хочет Надо уметь заставить Слышите? Пушки не пускают Гернгросса пускают А кстати, осадные орудия были в деле под Вафангоу 2 июня? Были Батареи центра забиты этими орудиями Неужели все офицеры этой батареи или убиты, или ранены? Все до одного Я профан задаю вопрос Можно и нашими пушками стрелять так, чтобы неприятелю не видно было их? То есть навесным огнем? Отчего же? Для этого надо только знать направление и расстояние Главное расстояние Оно определяется или непосредственно Чего в сражении сделать нельзя, конечно Или по карте Если в руках у вас такая верная карта имеется, то стреляйте А если имеются при этом и сигнальщики, которые стоя где-нибудь в стороне дают вам возможность определить недолет, перелет То вы будете и стрелять безошибочно И при бездымном порохе неприятель никогда не определит ваше место У японцев, например, орудия не соединяют вместе Каждая где-нибудь в другом месте А как же вот, говорит, все их орудия бьют в одно место? Какие-нибудь, очевидно, приспособления имеются Но ведь это совершенно такой же прием, что и при стрельбе квадратами Я был свидетелем такой стрельбы батареи по морской цели Удивительно эффектно Несмотря на разные расстояния Разные скорости полета Все снаряды попадают в одно и то же мгновение И такому квадрату Спасения нет Если повторить такой же опыт на суше Где обстреливаемым квадратом Будет батарея противника То вопрос сведется к тому только Чья батарея первая начнет Первый выстрел И батарея противника уже не успевает развернуться И спасение только в том, значит, чтобы скрыть батарею Или вернее орудие Совершенно верно Но ведь это все очень сложно Конечно Первого июня японцы не успели все эти манипуляции проделать Проделали только второго Если бы, например, в ночь перед Тюринченским боем мы переменили позиции Значит, не следует на ночь оставаться на тех же позициях? Но я, очевидно, утомил своими вопросами профана Да и поезд готов ехать дальше На Гайджоу От Лео Яна до Даши Чао 10 июня Продолжение Мы трогаемся в путь Солнце склоняется к вечеру Утомленное зноем тело уже чувствует начинающуюся свежесть Свежесть и отдых после пыток дня Этот отдых – покой на всем Вон там Инкоу А в пятнадцати верстах за теми горами Уже море За разъездом мы увидим его Поезд плавно скользит по тяжелым гладким рельсам Пш-пш-пш Равномерно гулка несется по стихшей округе На тех горах японцы Они видят нас До тех гор десять Самое больше пятнадцать верст Зазубренные Они застыли в ясном покое заката Только золотистая пыль носится над ними А еще выше одинокая И тоскующая в своем одиночестве Среди всех этих бесчисленных вершин Облако Наш поезд вьется по долине И вся она усыпана палатками Конными и пешими солдатами Там штаб первого корпуса А это дивизия Гернгросса Гернгросс! Радостно вскрикивает Степан Николаевич И останавливается И кончает, почесывая затылок Был бы вольный казак Побежал бы разыскивать его Его и Алексеева Тоже начальника дивизии Это нового еще героя Вы хотите выдвинуть? Помните! Не сомневаюсь, что угадают так же Как угадал и Гернгросса Там пусть кто хочет Спит в кровати, в вагоне Он под телегой Хозяйственную часть понимает так Что его не проведешь Что солдату следует Получит все сполна За такими солдат в вагоне В воду пойдет И сам он пойдет И убьют Говорит загоревший, как негр Офицер такой же серый и темный С лица, как и его рубаха Почему же и бьют без счета у нас офицеров? В цепи все лежат Он один стоит В атаку На пятнадцать шагов впереди солдат А стреляет каждый, как один, на выбор А у японцев Все в ряд А в цепи Никого не видно А как же руководят? А какое же руководство В стоящем офицере, если через минуту Он неизбежно упадет? Ведь шапку из-за бугорка покажите Моментально прострелят А тут цель во всю рать Вот море В лучах между горами сверкнуло Точно в панцирь одетое Желто-грязное море Смотрите, броненосец Где, где? Да вон же, серая махина Не вижу Да вон же Это паруса как будто Да какие там паруса Броненосец или крейсер Море опять исчезает Долина шире Все меньше и меньше палаток То и дело проходят войска Иные останавливаются Там выпрягают уже усталых лошадей В небольшой роще ярко пылает огонь Кипятят чайники Пока в походных кухнях Варится ужин Эти кухни на колесах с трубой Из которой валит дым Говорят, наводили на китайцев панику Во время восстания 1900 года Они принимали ее также за орудие И орудие особенно страшное Потому что пушку знали А этого еще не знали Со станции Гайчжоу Мы пересаживаемся в дрезину На тот случай Чтобы японцам, если попадемся Не достался наш подвижной состав На восьмой версте Поезд проходит Наш последний пограничный пост Дальше уже сняты посты? Так точно, сняты Там, солдат показывает На темнеющую даль Остались только разъезды Приморского драгунского полка Далеко? Версты четыре Мы трогаемся дальше Дрезина гулко шумит Проезжая большой железный мост В дрезине Степан Николаевич Шедловский Я Сзади нас черный, как негр офицер Четверо солдат, вертящих дрезину И старший Пять ружей со штыками сложены На полу дрезины В сумерках дня еще видны Кое-где по сторонам На полях трудолюбивые китайцы Идет усиленная пропашка И полка рядов Может быть уже завтра Потопчут эти поля Войска японцев Кровью зальют они Сам китаец Будет убит Подстрелен Как шпион Сигнальщик Той или другой стороны Женщины Дети Скот Давно уже отправлены в горы И все пусто И тихо И в этой насторожившейся тишине Уже как сон Мелькают эти тоскливые фигурки Былой мирной жизни Взошла луна И нежно светят Сквозь легкую мглу на рощи Дома, горы Запах черемухи Там, назади Где-то далеко-далеко Огоньки То наши войска На бибуаке Смотришь на всю эту мирную Красивую картинку Прекрасного лунного вечера И душой владеет Двойственное чувство Не можешь не отдаваться Знакомым влиянием красоты И в то же время осознаешь Всю обманчивость Всю призрачность Все Коварство Этой обстановки Какие-то всадники Точно скачут в разные стороны И опять возвращаются Может быть Японцы? Теперь уже ясно Видно, что это наши Одни едут в деревню Другие возвращаются Напоив лошадей Они устали Спешиваются Около сложенных тюков Сена и хлеба Это поезд Перед этим Развез провиант Оставшиеся В арьергарде Много еще Впереди войск Где? Где-то там Солдат устало Показывает Рукой в сторону От дороги А по дороге Есть еще разъезды? Может и есть Провизию Развозили только До этого места Дальше едем? Едем Едем От Ляо Яна до Даши Чао 10 июня Продолжение Версты Версты три Проехали еще Мертвая тишина Луна ярче светит Но и тени от земли много И напрасно в обманчивом проблеске Ищешь отчетливых образов Так же неопределенны Так же неуловимы Как мысли Ощущения Что-то как будто шевелится В стороне В группе Из нескольких деревьев Ну и таки действительно Приедем к японцам Все мы сознаем это Но точно под каким-то очарованием Дрезина катит дальше Кто? Разъезд приморского полка Отвечает голос из темноты Старший Из темной тени деревьев Выходит рослый кавалерист Он подходит к нам Видит офицера Прикладывает руку к козырьку Опусти Сколько вас? Так что шестеро Еще разъезды есть? Никак нет Больше нет Где эскадроны? Первый в этой роще Второй там Он показывает в бок от дороги По одну и по другую сторону Тут и ночевать будете? Как придется Ужинать вот собираемся Что ужинать? Консервы Покажи Он уходит и возвращается с коробкой консервов С ним подходят еще трое и с любопытством прислушиваются Мимо нас проводят усталых лошадей И лошади, и люди выглядят очень хорошо Это хорошие консервы Хорошие? Так точно! Разогреваете? Кто как волен Перестрелка была сегодня? Только у охотников тринадцатого полка Убили у них четырех лошадей Две ранили Из людей никого? Никак нет Никого Он больше в лошадь норовит Лошадь, чтоб убить А человека, видно, хочет привезти В плен взять Ежели и попадет, так в ноги все больше ранит А как тринадцатого полка охотники к вам попали? А это еще как под Безвова Беззыбу Их отрезали Они тянулись было на Вафангову А тут их не пущает Так и остались А тут к нам присоединились Второго в деле был? Так точно! В правом фланге Что ж, наш правый фланг отступил? Никак невозможно было Артиллерии много у них Горные люди и артиллерия у них такая же Уж тридцать шестой полк как рвался Ничего не поделаешь А левый фланг дорвался? Там на левом он уже и патроны все расстрелял Наши лезут Они уже камнями только сверху на них А тут отступление Солдаты не хотели уходить? Два раза сигнал подавали Обидно только и думке у всякого дорваться Ну а теперь как же? Когда опять бой? Не можем знать Здесь главное в горах Несподручно Ему всякая горка ведома Опять налегке Лазит как кошка Китаец его дружка В бою и то заберется на вышку И подает сигнал Троих прогнали сегодня таких мимо нас Косы связаны Им кричат Куда прогнали? В штаб! Ну так как же? Скоро опять бой? На ровные На ровные бы места их Сказывают Тут город Как город звать то? Ульянов Несется из под деревьев Да Ульянов Мы смеемся Ляоян Он самый Хорошее место Место хорошее Так точно Заманить туда его Заманивайте Тебя как звать? Степанов Ну что ж Не к японцам же в самом деле ехать Поворачивайте дрезину Японцев ваше благородие сейчас нет Они воротились на станцию ночевать В Синючен? Так точно И завтра сказывают не будут Дневка у них назначена А вы откуда знаете это? Китайцы сказывают Можно дать им папиросы? Конечно Мы раздаем наши папиросы повеселевшим солдатам Эх, вот лошадкам соломки бы только Нечего им сердешным взять Там есть Ну значит привезут Да вот и командир едет Кто командир эскадроном? Корнет? Но фамилии мы уже не слышали Через два часа мы опять в Гайджоу Только в одном окне огонек Да осиротелая маленькая группа офицеров на площадке А мы уже считали, что вас взяли и пари держали Наш поезд отходит назад в Дашичау Мы с грустью смотрим на эту станцию, которая завтра уже будет, может быть, в руках японцев Печать запустения уже лежит на ней Мягко, точно отталкивая или выпуская из себя рельсы Уходит все быстрее и быстрее наш поезд Прощай, Гайджоу И этот вечер необычных ощущений Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...